Привет, ребят! Сразу хочу сказать, что я не учу никого, как надо рисовать правильно. Я просто показываю, как рисую именно я. Может быть, это кому-то поможет или покажется интересным. Некоторое время назад я решила нарисовать небольшую и простую серию стилизованных портретов детишек и растущих из этих детишек грибов. Вдохновлялась я, конечно, своим персонажем и разными интересными грибами. Начать я эту серию решила с гриба под названием «Дождевик грушевидный». Обычно перед началом непосредственного рисования я придумываю идею и уже приблизительно представляю, что буду рисовать. Поэтому чаще всего я обхожусь без поисковых скетчей. Конечно, это не касается каких-либо сложных работ. Мои наброски, как я уже говорила в прошлом видео, не слишком подробные. Я рисую только самые важные детали, такие как фигуры персонажа, прическа и еще некоторые маленькие вещи. Все остальное я уточняю уже в цвете. Я решила, что эта картинка будет очень простой. Фон не должен отвлекать наше внимание от персонажа, поэтому там я нарисую несложный лес. После скетча я выбираю несколько цветов, которые буду использовать в этой работе. В этот раз я хочу нарисовать рисунок в теплой гамме, состоящей из коричневых, рыжих и зеленых оттенков. Самым темным цветом я заливаю фон и начинаю красить иллюстрацию с лица персонажа. Для цвета кожи я беру самый светлый оттенок из выбранной палитры, заливаю цветом лицо и шею персонажа, а потом закрашиваю кофточку бледно-розовым. Этого цвета не было изначально, но я решила его добавить, потому что он сюда подходит. Зеленый с розовым вообще достаточно странное сочетание цветов, и в зависимости от оттенков это сочетание можно сделать или интересным, или отвратительным. Иногда я сразу накладываю текстуры, как в этой работе, например, чтобы было видно, где воротник кофточки, а где сама кофточка. А также на шее, чтобы была видна граница лица и самой шеи. Дальше я заливаю волосы рыжим цветом, прорисовываю все пряди и сразу стараюсь делать все аккуратным и ровным. Мне очень нравятся текстурные кисти, но основные формы я люблю рисовать кистью без текстуры, чтобы все границы были ровными. Но иногда я случайно беру текстурную кисть и забываю об этом. После того, как я закончила рисовать все основные формы, такие как лицо, шея, волосы и одежда, я начинаю прорисовывать глаза, нос и рот. Глаза я почти всегда рисую круглыми и белыми, так что это самая легкая часть. Нос я обычно рисую треугольничком, беру цвета чуть темнее цвета кожи, а потом текстурной кистью делаю плавный переход от этого цвета к самому цвету кожи, чтобы у верхней части носа не было четкой границы с лицом. После всего этого я рисую грибочки, которые должны расти на девочке. Слева на экране у меня висят референсы, чтобы я не забыла в процессе рисования, как примерно должны выглядеть эти грибы. По моей задумке они должны расти только на теле девочки, то есть на одежде и волосах их не будет. После того, как я наметила грибы, я переключаюсь на фон и размещаю там деревья. Затем я детализирую грибы по такому же принципу, по которому я рисовала нос. Там, где грибы соприкасаются с кожей, я текстурной кистью делаю плавный переход от цвета гриба к цвету кожи. Размеры формы текстурной кисти я постоянно меняю в процессе рисования так, чтобы все было гармонично. После грибов я опять решила заняться фоном и добавить этим торчащим палкам немного веточек, чтобы все вместе было больше похоже на деревья. Затем я вернулась обратно к персонажу и стала дорисовывать оставшиеся детали. Вокруг глаз я всегда рисую темные круги, обычно их два, один поменьше и потемнее, а второй светлее и больше. Грибы возле глаза пришлось немного перекрасить, потому что цвет кожи вокруг глаза поменялся из-за этих темных кругов. Потом я немного затемнила тень на шее и сделала ее того же оттенка, что и круги вокруг глаз. Потом я прорисовала зубы. Они, конечно, тоже стилизованные, но на зубах я часто рисую некоторое подобие объема, чтобы выглядело интереснее. Сначала я взяла не очень хорошие цвета, зубы казались желтыми, и я их немного перекрасила в более серые оттенки. Еще я нарисовала девочки веснушки, потому что мне показалось, что они ей подойдут. Тем более мне очень нравятся, как выглядят веснушки. Сделала их не очень темными, чтобы они не слишком привлекали внимание, а также сделала небольшую текстурную тень на лице, чтобы подбородок был светлым, а лоб более темным. Сначала я хотела сделать красноватую текстуру на волосах, но это выглядело не очень гармонично, и я сделала ее более желтой. Дальше я рисовала детали на одежде линии рукавов и текстуру как бы шерстяной ткани на кофточке. В этой работе у меня нет четко выраженного источника света, поэтому темные текстуры я использую не для того, чтобы показать тень и объем, а просто чтобы сделать рисунок интереснее. На розовой кофточке я решила сделать небольшой узор из желтых цветов, чтобы кофта выглядела немного симпатичнее. После того, как я закончила самого персонажа, я опять вернулась к фону. Нарисовала текстуру коры на деревьях и затемнила их верхнюю часть, чтобы казалось, что верхушки деревьев медленно растворяются в темном фоне. За счет этого в работе появляется некоторое пространство. Еще я сделала основной фон немного темнее, чтобы нарисовать дымок. Потом мне показалось, что фон выглядит немного скучновато, и я нарисовала рыжий мох на деревьях в цвет волос девочки. Сначала я нарисовала его очень ярким, но позже сделала более серым, чтобы он не выбивался на передний план. После этого я накинула сверху на девочку полупрозрачный болотно-зеленый слой, чтобы объединить всего персонажа одним цветом. Я часто так делаю на разных работах, когда мне надо объединить слишком детальный или яркий фон. Примерно так же я сделала это и тут задним планом. К сожалению, на видео этот кусочек я не записала. На этом все, первый портрет с грибочками закончен. Спасибо за просмотр!